Айнура Дусумова Народная артистская СССР Лауреат двух сталинских премий второй степени Куляш Басиитва Именно Ангей в нашем городе снимает свой фильм Баян Исентаева Прекрасный и замечательный, талантливый продюсер И сегодня она у нас в студии Здравствуйте, Баян С вами рядом Гульнур, исполнительный продюсер Также у нас в гостях Хусаинов Даулет Кирей, журналист И Нурмбетов Еркан, дирижер, композитор Баян, первый вопрос к вам Что за фильм? Какого характера фильм? Немного вкратце о фильме Ну, вкратце что за фильм Мы снимаем действительно Я даже не сказала бы, что это сериал Это настоящий фильм художественный Который будет состоять из пяти серий Который зрители уже увидят в декабре На телеканале Хабар Это трогательная история великой артистки Это нежная женская история Непосредственно о легенде Казахского оперного искусства Куляш Байситовой Но я думаю, что сейчас не стоит рассказывать Как бы сценарий, да Потому что совсем немного осталось до премьеры Этого сериала Фильма Поэтому я думаю, что наши телезрители Казахстанцы должны обязательно посмотреть И встретиться с этой женщиной Которая действительно сделала Очень-очень много для развития Казахского оперного искусства Спасибо, Баяна А почему именно в Уральске? Никому не секрет, что вы родом из Уральска Послужило ли это причиной того, что фильм снимается именно здесь? Я не могу сказать, что уж это сильно послужило Вообще, на самом деле, это какая-то мистика, которая произошла Я так думаю, что ничего не случается просто так Мы весной уже знали о том, что мы будем снимать этот сериал О Куляш Байситовой И честно, тогда уже еще было много времени для подготовки И мы не думали, где мы будем снимать Потому что все-таки это 20-е, 30-е, 40-е годы И я приехала в Уральск этим летом На свадьбу своей сестренки И вы знаете, бывает же, как какое-то такое знамение произошло И я увидела снова свой город И в одну секунду я приняла решение Что мы будем снимать это кино здесь Потому что в Алмате Ни в каком другом городе Мы не нашли бы вот эту изюминку Историю, которая абсолютно законсервирована На ближайшие, я думаю, тысячу лет И сейчас, когда мы ежедневно снимаем этот фильм Мы говорим, спасибо тебе, Уральск Спасибо тебе, история Спасибо тем людям, которые сохранили Это все в первозданном виде И когда мы посмотрели материал Вот Гульнур посмотрела, я посмотрела Мы 100% увидели то, что хотели увидеть Да, мы до начала фильма Давно ли вы вынашивали эту идею Снимать именно фильм в Уральске и о Кляшбе Ситовой? Нет, я же говорю, что это произошло совершенно случайно Конечно, мы бы в любом случае снимали этот фильм А почему именно о Кляшбе Ситова? Ну, это, во-первых, заказ агентства Хабар Была идея снимать фильм о Розе Баглановой Нет, я принесла идею снять фильм о Розе Тажбеевне Баглановой И идею поддержали, потому что действительно, я думаю, что сегодняшние молодежи Сегодняшнее поколение должны знать о наших настоящих звездах И я думаю, что вот эта идея, она все еще свежа Но мы немного переиграли и решили воссоздать образ легендарной Кляшбы Ситовой По заказу агентства Хабар То есть это личных ваших побуждений никаких не было То есть это агентство Хабар заказало вам И вы по заказу, да? Ну, я вам рассказала только что эту историю Спасибо, что все началось А кто режиссер фильма? Режиссер фильма замечательный, молодой Зовут его Жасулан Пушанов Его крайние работы это сериал Паррес, сериал Сунгхар Также он был режиссером-постановщиком Гашев Журек 2 То есть это уже не первая с ним наша совместная работа И вот сейчас мы работаем с Жасулан Ага, спасибо Предоставим слово гостям Долит Грего, как вы считаете Вот фильм о Кляшбасеитве, исторический фильм Можно ли по народам из города Алматы, верного У нас в Уральске снимают Тут возникает вопрос, исторический ли фильм снимается Правильно? Мы же об этом не знаем Я специально пришел на эту студию Конечно, с именем Кляшбасеитвы Мы знакомы, можно говорить, с пеленкой Но я впервые прочитал про нее Из рассказа Габида Мусирепова Рассказ был на казахском языке Но название было, русское название Чудо Вот это меня заинтриговало Почему чудо? Про нее отозвалось Нежданго Чудо Этим все сказано Так утверждает Габида Мусирепова Потом я же стал искать литературный образ Кляшбасеитвы Но, к сожалению, кроме двух книг Которые написала Сара Латеева и Шара Жинкулова Ага Я материал не находил Поэтому мне стало интересно Встречаться с вами и задать вопрос вам Из каких литературных материалов Ведь Кляшбасеитвы Все же знают, правильно? Никто не может сказать, что я ее не знаю Но литературного образа Про нее не был создан ни одним писателем Кроме вышеназванных Ну это мемуары в основном Хорошо, хорошо, мемуары Вот об этом я хотел спросить у вас Вы знаете, во-первых, жива ее дочь Харлагаш Которая помнит прекрасно свою маму Мы очень много общались с ней И общаемся дальше У нее есть двоюродная сестренка Ее Турсунапа Очень пожилая женщина И 90 лет Но она в сознании Она все помнит Ну, конечно, они нам очень сильно помогали И то, что вы говорите Шара Жинкулова писала Мы тоже изучили материал И вот книгу Бул-бул изучали И потом Очень много фактов в интернете Сейчас можно найти Да В основном мы работали еще в госмузее в Алматы Мы изучали все материалы Плоть до афиш Плоть до каких-то высказываний Да, высказываний со стороны Брусиловского Завадского, Писаренко Ну, людей, которые тогда создавали Да Фундамент оперного искусства Поэтому в пяти сериях рассказать все о Куляш-Байсейтове Это практически невозможно Потом мы не снимаем документальный фильм Мы снимаем художественный фильм Завтра тоже могут возникнуть вопросы Да, может здесь этого человека по имени не было Да, есть такие персонажи Мы делаем собирательные образы Это окружение Это художественный фильм Поэтому мы не можем Чтобы там Брусиловский зашел Куляш вышла Хурманбек зашел Канабек вышел Вот такого Ну, как бы это не документальный фильм Мы, конечно, придерживаемся Каких-то таких Таких очень Таких Важных фактов Да, это не культуры Казахстана в Москве, допустим Да, это первая постановка Айман Шолпан Да, это Хыжебека готовили Да, это Чио-Чио-Сан Который специально для Куляш-Байсейтовой Переводили на казахский язык Да Военные годы Как Куляш поехала Да, как она перед раненными солдатами пела Как она не смогла допеть свою песню Вот такие моменты, которые известны всем Мы их как-то обрамляем И делаем такую художественную постановку Да, там будут люди Окружение ее В основном мы показываем ее лирическую линию Да, это ее любовь Это ее дети Это ее мать Это ее, как бы, расставание с отцом в детстве Потом она находит своего отца Приводит к себе домой И она, в принципе, окружила себя Скажем так, такой любовью, да Что она не думала о своей семье О своей личной семье, да Санабеком Она всех собрала возле себя И мать, и отца, и сестренку И ее мужа, вплоть до своих тетек, да Ну, настолько была таким человеком широкой души В основном мы показываем ее человечную сторону А каким периодом заканчивается фильм? Каким периодом жизни? Периодом заканчивается, когда она умирает в Москве То есть от рождения и до смерти? Не от рождения Фильм начинается с момента, когда она учится в педагогическом техникуме А вот момент окончания ее жизни снимается в Москве? Снимается будет все в Уральске Потому что мы в Москву тоже ездили Перед съемками фильма Мы разговаривали Там есть, конечно, многие нюансы Но мы увидели локации Москвы и Уральска И они очень похожи У нас есть локации, где мы можем это сделать Но как бы в кино это допустимо Спасибо Вот перед нами вы стоите Даже я горжусь вами Это же, знаете, такая целина Нетронутая тема, правильно? Куляш Она подарила имя казаху, куляш До нее не было же такое имя Ее настоящее имя? Гульбахрам Гульбахрам Бахор, это, значит, весна Весна, да Цветок весны После куляша, все после нее же пошли Вы взяли за такую тему Это же огромный тем, правильно? Это огромная ответственность Да, я благодарен, желаю вам удачи Теперь у меня возникает вопрос Она же одесетворяет собой целую эпоху уже Будут ли исторические личности в вашем фильме? Конечно, безусловно И Сакен, и Мирзоян Вы знаете, вот это, как бы, вы сами сказали, что куляш была великой личностью Ее окружали все Начиная там, я не знаю, вы сами сказали Габид Мусурепов, да Мухтар Ауэзов Все, все, все Плоть до Кунаева, да Она была депутатом Верховного Совета Ее окружали вся интеллигенция казахская И у нас нет возможности показать всех Но мы будем показывать через главных персонажей Через ее мужа, через Хурманбека Жандарбекова, который был директором Через Брусиловского, Завадского У нас будут моменты, где мы будем оговаривать Что это, как бы, Айман Шулпам, постановка готовится Либрид-то пишет Мухтар Ауэзов Но в пяти сериях найти, посадить всех наших тогда представителей интеллигенции Да, и потом будет ли это интересно разбрасываться так Показать судьбу Ауэзова, Мусурепова и так далее Мы решили сконцентрироваться на ее судьбе, на ее линии Я думаю, что придет время, мы будем снимать сериал и про Агаби Томас Репова И про Мухтар Ауэзова Каждый, конечно, достойный Я думаю, что мы к этому придем Мы уже к этому практически пришли Теперь чисто мужской вопрос Вы не боитесь? По вашему же фильму создается теперь образ Кулеша Базитовой Будет воспринять Потому что такого, я же говорил в начале свое слово Нет же литературного образа Просто все как ангел Ангела воспринимают Кулеша Базитовой Вы не боитесь, что это легендарное? Да, это легендарное Вот вы точно задали вопрос, мы боимся Действительно, есть момент и страха, и большой ответственности И то, что все это будут смотреть, наблюдать Критиковать Критиковать Конечно, конечно, мы в общем готовы к этому Это понятно, что всем не угодишь Поэтому я вот сейчас говорю, что все охватить мы не снимаем документальное кино Да, есть много там хроники, которые мы тоже будем использовать в этом кино Но чтобы уж сильно так не углубляться Вот вы, журналист, вы это знаете Народу, зрителю, мы хотим показать ее Это чудо, этого соловья Ее трагическую, можно сказать, женскую судьбу Потому что действительно жизнь у нее была очень тяжелая Но вот через все эти перипетии Мы все-таки сконцентрировались именно на Кулеша Базитовой Поэтому, я думаю, придет время, мы будем снимать и про других личностей Вообще, говорят же, у казахов боткенские снышевы Да, мы к этому и морально, и психологически готовы Вы знаете, если мы будем постоянно думать Журт не Айтада, в Казахстане ничего не будет сниматься Мы сами по себе казахи Глаза боятся, а руки делают Почему в России снимается, да, и про Анну Герман, да, еще там Про Есенина Да, про Есенина, да, про Боярского Есенина Вы знаете, никому не легче На самом деле, никому не легче Мы, у нас есть, вот, мы думаем Вот пусть другие делают, нам еще рано Нет, так не надо думать Надо рисковать, надо начинать Про Куляш мы снимаем Про Болжана Мамушала снимает Другой режиссер Ахана Сатаева Это две картины, которые агентство Хабар Да, одновременно, да Друг за дружком будет показывать Но я не думаю, что Если мы постоянно будем думать, что мы не сможем снимать И мы будем бояться, ну, как бы, агаларно-суизнен, да У нас никогда ничего не получится Надо начинать, надо рисковать Спасибо Ярик Нага, ваше мнение Как профессионал, как музыкант Я хотел поздравить Спасибо вам, я благодарен, что вы создаете такой фильм Мне очень интересна творческая линия Вот в этом фильме Кляш Боситовый Для нее специально написали песню В свое время брусулотские Латив Хамеди, как вы говорили Казахский соловей И в вашем фильме Как это все отражается? Вы знаете, мы исторически Все это Всю хронологию ее Творческой карьеры, скажем так, певческой Конечно, мы все это проследили Я думаю, что это ближе вопрос К нашему музыкальному продюсеру Который непосредственно продюсирует Музыкальную часть этой картины Мы абсолютно точно подошли к этому вопросу В каком году что она пела Чиу-чиу-сан, в каком году она пела Если у нас это отражено в сценарии Что Айман Шолпан, это тоже отражено Ее репетиционные моменты Мы записали около 15 ее песен Голосом Жемилии Жиркенбаевой Это ведущая оперная певица Астанинского оперного театра Мы долго, кстати, проводили кастинг Кто будет озвучивать куляш Потому что ее старые записи Не позволяют воспроизвести Ту натуральность, ту точность И ту, скажем так, волшебность ее голоса Потому что записи старые И мы нашли эту певицу Жемиля, я думаю, великолепно справилась Мы не можем сказать, что мы Стопроцентно показали и донесли Ее именно голос, ее тембр Но нотки, конечно, будут от Куляшбаситова Поэтому я думаю, что сейчас мы Точно я вам не могу сказать, какой материал был У нас есть музыкальный продюсер, который отвечает за эту часть Которому мы очень доверяем Обязательно посмотрите фильм Я думаю, у вас не будет никаких придирок В адрес музыкального Наш музыкальный продюсер, конечно, как бы очень профессиональный специалист В этой области, да, Багмухидденова Вы знаете, вот мы учли даже тот момент Что она была с Ахтугая, да, с Каргандинской области Это арка Если она вначале пела там народные казахские песни Знаешь, шел арка на гандеры, да Она же не сразу была оперной певицей У нас не было вообще тогда оперного искусства Она пела обычные казахские песни Которые пел ее отец и мать Вот начиная вот с тех времен Откуда она родом Вот тот регион арка, да Какие песни тогда были Какие песни она могла петь Путь до этого мы учли Наш музыкальный продюсер Все эти песни Она все это, скажем так, записала И наша актриса сейчас очень даже хорошо справляется Вот что касательно актрисы Как подбор шел? Легко ли ей удается? И играла ли она до этого? Какие исторические были? Это ее дебют вообще Да, вообще тоже мистика произошла С этой актрисой Мы очень долго искали актрису Я прям вот честно вам говорю Всех, всех актрис Мы просто всех актрис приглашали на кастинг Кастинг был очень долген На протяжении трех месяцев Это очень долго на сегодняшний день Потому что обычно кастинги в течение месяца проводятся Мы долго не могли найти актрису И до этого проекта мы снимали наш фильм Шайнстар Продакшн Который называется «Осторожно, корова» И эту девушку мы пригласили сняться в эпизодической роли Совершенно... Девушка-девушка Ну не случайно она тоже прошла кастинг На эпизодическую роль в другой картине И вы знаете, что-то такое произошло Там по сценарию фильма «Осторожно, корова» У нас был такой постер Где стоят все девушки То есть сфотографировались там, ну по сценарию И вы знаете, я вот просто вот так вот как-то Просто вот так стояла, стояла и смотрела на этот постер А там было... Оказаться в нужное время, в нужное время Человек десять было запечатлено на этой фотографии И среди этих десяти девушек я вижу лицо Куляшбы Ситовой Понимаете, вот как-то абсолютно случайно Ну просто проходишь же мимо туда-сюда Кто смотрит на постер, да, где десять человек Она до этого дней десять снималась До этого она дней десять снималась Никто не обращал внимания Да, потому что актрис много, народу много, массовки много И я вот как-то так смотрю и вижу вот это лицо, понимаете Это вот волшебно-историческое лицо Я говорю, слушай, Гульнур, вот же она Куляшбы Ситова Я говорю, ну-ка, позовите сюда эту девочку Как ее зовут вообще? Да, ее зовут Айгерым Я говорю, Айгерым, а ты в курсе, что ты очень похожа на Куляшбы Ситова? Такая, да, я не знаю Молодая актриса, которая никогда не играла большие роли И, вы знаете, еще одна мистика произошла По сценарию другого фильма Эта девушка, которая играет эпизодическую роль Наша Айгерым, поет песню, понимаете? Она встает на сцене и поет оперным голосом И тогда вы уже, наверное, явно для себя решили, что это она И я поняла, что это все не случайно, понимаете? Я вижу эту Айгерым Вот мы сделали практически такую же прическу Почему-то так получилось Надели на нее длинное платье И она пела песню, причем оперную И, вы знаете, вот произошло что-то такое Перевернулось и я сказала А вот же она, Куляшбы Ситова Зачем нам искать? Изумительно, спасибо, Баян Редактор мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок Алло Алло, здравствуйте Вы в эфире? Здравствуйте, здравствуйте Говорите, вы в эфире Я хочу поблагодарить, что Баян, профессора, всех участников данного проекта Надеюсь, что это будет не первый Ну, это первый, но не последний такой большой проект Спасибо, что Передайте отцу благодарность И вам большое спасибо Что не даете забыть Еще, что это все Сприятственность Последовательность Есть ориентированность молодежи Спасибо большое за то, что это было Спасибо Спасибо Вот, Баян, следующий вопрос После фильмов «Осторожная корова», «Любовь тракториста», да, если не ошибаюсь Сложно ли перейти с игрового в кино на более серьезные фильмы? Вы знаете, нельзя воспринимать кино серьезно, либо менее серьезно Мы точно так же ответственно подошли к комедии Исторически А, кстати, комедию снимать сложнее, чем трагедию, поверьте мне Рассмешить человека, тем более нашего казаха, очень тяжело Мы очень консервативная нация Вот, поэтому говорить о том, что как-то мы легко справились с трактористом, там, или с коровой, там, или с гашеджуреком, да Нет, абсолютно ответственно, точно так же мы подходили к каждому вопросу И, конечно, вот к вопросу с куляш было очень много противоречий Очень много, потому что художники-постановщики, да, как они справятся Где мы возьмем тот чайник, тот бокал, тот самовар, там, я не знаю, те картины, которые тогда были, те кровати Слава богу, что Акимат, кстати, местный и городской, и областной пошел нам навстречу И все, все, все коммуникации, которые расположены в городе Урасти, помощь оказывают Мы приходим в музей и говорим, нам нужен этот шкаф, нам нужна эта тарелка, нам нужен этот стол венский Мы стали уже разбираться в эпохах мебели, понимаете? Да, действительно, недавно буквально сама свидетелем была, в 11-м часу ночи вроде бы съемки шли, вот в районе пединститута здание тоже Вы знаете, вот на самом деле нельзя, конечно, сравнивать, но если бы мы это снимали в Алмате У нас, наверное, ну, во-первых, по локациям были бы очень большие проблемы, да, к сожалению То, что, во-первых, в Уральске это локация, во-вторых, вот эта поддержка, благодаря, наверное, вашей землячке Баян, я так подозреваю, со стороны Акимата И вот я недавно встречалась с директором Краеведческого музея, разговаривали Я, конечно, понимаю этим экспонатом по 200-300 лет, да, как минимум 100 лет Вот я ему говорю, вот нам нужны экспонаты, я вот сама ответственно вам все это верну под акт, под роспись Он так говорит, вы знаете, почему вот эти все экспонаты сохранились? Я говорю, ну, он говорит, потому что такие вредные люди сидят, как я Мы, говорит, очень трепетно относимся, но мы, говорит, ради искусства, ради вашего фильма, говорит, дадим все И музей Старый Уральск, это является частым музеем, да, несмотря на это они нам очень сильно помогают Музей Пугачева, музей Пушкина, где мы будем снимать якобы кабинет Сталин А вот что касательно административных зданий, да, там как? Мы, вот театры, да, все школы, госпиталь мы будем снимать, все идут навстречу Мы единственно подстраиваемся под их график Мы тоже не можем, там, нам надо в 9 часов освобождать там помещение, да Мы все согласовываем взаимно, очень так, очень удачно все складывается За это спасибо огромное городу Уральск, вообще области Жителям Уральска Жителям, да, очень Актерам Уральска Актерам Уральска Которые задействуют практически все Все актеры двух ваших театров, да, и все дети, которые проживают в Уральске, сейчас проходят кастинги Замечательно, спасибо, наверное, такие гостеприимные, гостеприимный народ наши казахи А у нас есть еще один телефонный звонок Алло, здравствуйте Алло, вы в эфире Алло, здравствуйте 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 Мы слушаем вас Ваш вопрос Вот хотела бы задать вопрос, здравствуйте, Баян Здравствуйте Здравствуйте, хотела бы задать вопрос Насчет вашего сериала «Любовь стактариста» Там продолжение будет, как с чему? Вот видите, самый народный сериал мы сняли на самом деле Рейтинги были зашкаливающие Спасибо большое, до сих пор лидирует Нет, продолжения, скорее всего, не будет История закончилась Дженнифер вышла замуж У них уже родился ребенок Все хорошо Думайте продолжение сами Спасибо Ирика, на ваше мнение Также о том, что Может быть, есть вопросы какие-то Добритана, мы готовы к любому вопросу У меня возникло мнение Вот вы же крутите снимки Снимки, да, фотографию Баяна Баяна, Куляш Байси Я смотрю, они так похожи даже Красивые люди всегда друг на друга похожи Действительно Это Толстой писал, да? Нет, мне больше кажется, что Баян похож на Розу Багланова Они все-сестры, Куляши За Куляши беспокоились Не только мы Мы в то свое время беспокоились И с Абит Муханов Когда прошел декады в Москве Он зашел в концерт в Большом Зале в Москве Он-то пишет свои мемуары Школа жизни Его пригласили в Москве С женой он пришел, оказывается А казахи же между... Не сидят же Дерли за и птенарасна Да Они пригласили именно сесть Между ними Москвин так сказал Говорит Сейчас поет Куляши Паисеитова Я же слова не понимаю Можете не понравиться мне Но вы хоть переведите Про что она поет Музит, ладно, я пойму Он же тоже певец Он сел С Абит Мухан пишет Я так забеспокоился Говорит Когда вышла на сцену Куляш Я в торопях прямо Еженей начал Про что она поет Секунд две-три они слушали Потом говорит Не надо, не надо Они даже отворачиваются Говорят от меня Они Это же чудо Это же Это же просто Творение природы Говорит Вот Вот так беспокоился Дай Бог Куляш остался в памяти Народа Действительно звездой У меня желание Пожелание такое Что после вашего фильма Тоже осталось Такое впечатление Что народ Прямо Вот вы же чувствуете Восхищались Восхищались Не переставали Восхищались Волмати же Есть же пик Куляш Паисеитов Четыре тысячи Четыре с пятьдесят метров Захтар говорят же Ульри Забол Мать Тирабая Мать Да От самой Куляш Паисеитов Не получили бота Да Ну Я не знаю Она Просто мы Услышала Мы на самом деле Очень искренне Да Просили Ну я думаю Знаете Молодая Мы Мы всегда Любим же Говорить Жастар Жастар Да Мы не такие уже Жастар Уртабун Поэтому То что мы Сделаем Куда голоса Это будет Спасибо Наши телезрители Тоже хотят Задать вопрос Или пожелать Алло Здравствуйте 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 Понял Да Здравствуйте Мы вас всегда Любим Любим И Очень рады Вас видеть На нашей Уральской земле Спасибо Мы всегда Следим за вашими Проектами И всегда Городимся вами И хотелось Прожелать вам Удачи В вашем творчестве Чтобы вас всегда Окружали хорошие люди Дай Бог вам Здоровья И Удачи Вовсе Спасибо Представьтесь пожалуйста Кто же желает Спасибо Спасибо Иркнана У меня вопрос В 1934 году Когда создавался Оркестр имени Хурман Газа Ахмед Жбанов Они специально Для Куляра Байситовой Сочиняли музыки Песни А также Помимо ее Ролей Оперной роли Для оркестра имени Хурман Газа Она Как бы Своим Своим Репертуаром Возвысивает Оркестр Хурман Газа Потому что Для дирижера Для любого оркестра Жанр Сопровождения Акомпанемента Это очень сложный жанр И вот Благодаря Куляш Байситов Певцам Это очень сложно Акомпанировать Особенно Солистам Вокалистам И В вашем фильме Оркестр Хурман Газа Записи Или что-то В этом роде Такое есть Я хотел Они есть Однозначно В хронике Но Воссоздать И посадить 40 человек Здесь Оркестр Для съемок В Алма-Ате Стоит Очень дорого Расписать Партитуры Сыграть Это сам дирижер Говорит Ну Вы точно Сейчас сказали В прямом эфире При всех свидетелях То есть Вы предлагаете Свою помощь С удовольствием А вы представляете Вас надо еще одеть Совместно работать Что? Вас надо еще одеть Костюмы у вас есть? Национальные костюмы Ну конечно Это совсем не другие костюмы Когда в то время Вот на самом деле Это же большая проблема Одеть оркестр Хурман Газа В составе там 40 человек В эпохе того времени Например Это тоже проблема Поэтому Ну в общем-то Мы рассмотрим Ваши предложения Есть ли у нас телефонный звонок? Алло Здравствуйте Вы в эфире Соломатся Соломатся Фильм Оганчик Маметовый Правильно? Просьба 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 Просьба, наверное Опять мы будем снимать Вурасхин Нет, конечно Хотелось бы Снять фильм О Маншоп Маметово Но все-таки Это война Это танки Это самолеты Это деньги Будут деньги Будет Маншоп Маметово Когда нам ожидать Премьеры фильма? Куляш Беситова? Куляш Беситово Фильм будет называться Куляш И знаете Мы очень хотим Успеть К 16 декабря Очень хотим Успеть Насколько это возможно И если мы Все-таки Приложим все свои усилия Потому что вы понимаете Мы сейчас сняли первую серию Мы уже отправляем ее в Алмату Для того, чтобы делать звук Ну есть такое понятие Как постпродакшн Его нужно покрасить Его нужно озвучить Его нужно подложить Все шумы Всю атмосферу Техническая страна Техническая страна Титры и так далее Это техническая Это постпродакшн называется Поэтому мы очень будем стараться Успеть к названному часу Показать казахстанцам этот фильм Я думаю, что успеем все-таки Успеем Да, да Дай бог успеете Что касательно премьеры В Уральске будет она Или же в Алмате Она будет на телеканале Хабар Для всех казахстанцев Есть ли еще звонок? У нас есть еще один звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте, Паня Здравствуйте Здравствуйте Хотелось бы вам пожелать Все самое лучшее Мы как молодежь Смотрим на ваши фильмы Вдохновляемся Очень приятно Потому что на самом деле У нас мало снимает таких фильмов Которые на самом деле Показывают наше реальное А сейчас мы у нас Даже углубляя тебе историю Да И желаем вам всего самого наилучшего Чтобы ваше процветание Ваше деяние Только было на самом лучшем Хорошем уровне И мы гордимся вами Спасибо большое Спасибо большое У меня есть еще один вопрос Кулеш Басилитова Является лауреатом Двух сталинских премий Играет ли там Сталин какой-то? Да Есть ли там Сталин? Мы очень хотим, чтобы он сыграл Очень хотим Я думаю, что у нас даже есть Сценарик Где она встречается со Сталином Проблема сейчас Вы понимаете Кино это всегда проблема На самом деле Это не так все легко Как кажется Постоянно мы сталкиваемся С этими проблемами То одного нет То другого нет И сейчас для того Чтобы нам воссоздать образ Сталина К сожалению Нам приходится обращаться К гримерам из Москвы Потому что у него был Какой-то особенный парик Особенные усы Какая-то харизма Но к сожалению Наши гримеры Не могут пока Справиться с образом Сталина И я думаю Что если мы сейчас договоримся Опять же Как продюсер говорю По цене С московскими гримерами Или Сталина покажем Со спины Но на самом деле Мы до сих пор Не можем найти похожего Человека Который хотя бы похож Внешне на него Ну посмотрим А есть ли в фильме Какие-то знаменитые актеры Либо все вот такие Самородки Ну вот знаете Кстати Фильм Куляш Это фильм Я бы сказала Дебютантов Там практически нет Таких уж прям звезд Кроме Баян Есинтана Она играет Отрицательную роль Да Я играю там Отрицательную роль Она такая Прима Я играю приму театра Которая никак не приемлет Уж новую звезду Молодую звезду Куляш Бесит Ну это Жанр кино Для того чтобы было И хорошее И плохое И хорошее И плохое Хороший полицейский И плохой полицейский Это выдуманный персонаж Я играю очень Неприятную женщину Скажем так Которая являлась примой Которая могла себе все позволить И тут появляется на тебе Новая звезда И как же у нее У меня якобы То есть не у меня А у моей героини Отбирают роль И все внимание на нее И все внимание на нее Да Ну вот это вот противоборство Двух женщин в театре Оно всегда есть Оно и сегодня есть Все об этом знают Все эти интриги театральные И мы как-то Чтобы быть ближе к жизни Чтобы молодежь сегодня смотрела То, что и тогда люди жили Интересно Мы придумали этот образ Наш редактор мне подсказывает Что наш телефон не смолкает И у нас есть еще один телефонный звонок Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Меня зовут Я рада, что Байон Сентарова Снимает кино Я хотела спросить Из каких Ну сколько серий будет в этом фильме И объявлялся ли кастинг На Кляж Баситову Ну спасибо Вы немножко опоздали Кастинг уже давным-давно Закончил на Кляже Баситову Снимать мы будем 5 серий По 40 минут Не длинный такой сериал получается Но очень собирательный Скажем так А вот вы сказали, что фильм захватывает все годы ее жизни Актриса в главной роли Она играет именно все время Либо там меняются? Нет, актриса не меняется Потому что найти двух похожих актрис Скажем так Там 40 лет и 20 лет Это очень тяжело То есть это уже есть гримеры Поэтому да Есть специалист по гриму Ее зовут Толхан Который будет у нас ее взрослить Скажем так Всех будет взрослить Теханабека будет взрослить Что я закашлялась А вот кто играет роль ее мужа Ханабека? Роль ее мужа Играет прекрасный артист Ахтауского театра Кстати Это тоже целая история Потому что мы хотели Чтобы снимался Берий Кайчанов Во-первых, у него есть портретное сходство С Ханабеком Байсейтовым Но что-то с Бериком у нас не получилось Потому что он был занят на другом проекте И мы вышли на Ахтауский театр Во-первых, потому что он здесь недалеко Во-вторых, потому что там есть замечательный актер Его зовут Медгат Фамилия... Фамилию я тоже не помню Фамилию, да К сожалению, тоже не помню Увидим в титрах Да, увидим в титрах Замечательный актер Который имеет портретное сходство Практически на 100% И мы, честно сказать, не пожалели о том Что мы пригласили именно этого актера Спасибо, у нас есть еще один телефонный звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте, говорите Здравствуйте, меня зовут Маштанг Я бы хотел задать вопрос Боян Тинтарев Задавайте Когда у вас появится новая звезда Именно из Запада Новые таланты Именно из Запада Ну вот, кстати, Камшат Желудубаева С города Ахтау Запада звезда Когда у нас появится новая звезда Вы что имели в виду, я не поняла вообще Запада Запада Суральска Вот есть актеры Суральска, которые играют Не главные, но какие-то приближенные роли Нет, все эпизодические роли Играют актеры Астровского театра Именно Астровского И Драматического театра За что большое спасибо Мы практически все 100% задействовали Это очень важно Потому что вести актеров из Алматы Это очень дорого Поэтому в этом смысле нам тоже повезло А новая звезда из Запада Да, кстати, нас очень мало Вот у меня подруга с Чимкентом Мы с ней все время спорим Что же вас так много-то, а? В Алмате 99% А нас так мало Хотя бы вот из Уральска Мы очень далеко находимся Есть Алматы Есть Лендер Хасангалиев Есть там Арманди Сенат Есть Турсумбет Каба Ну, нас пятеро, в общем Но мы в тельняшках Мы держимся, так сказать, друг за дружку А фильм на каком языке будет? Фильм будет на казахском языке А будет ли переводиться на русский? Ну, наверное, будет Если будет необходимость, думаю, да Оригинал на казахском языке Спасибо Есть ли еще телефонный звонок? Телефонов звонка нету Боян, может быть, еще что-то расскажете О фильме, об актерах О ситуации, как бы О том, что все помогают вам Снимать в Уральский фильм Даже, как сказать? Какой вопрос? Все вопросы исчерпаны Не знаю, что спросить Боян Несентаева, конечно, когда нас сюда пришла Она говорила нам Везде будет помогать Это моя родина Мы все, конечно, так шутили На самом деле, это оказалось так Я вот еще раз повторюсь Улькен Рахмет Всем-всем-всем Кто Нас поддерживает Здесь, наверное, сказываете Любовь к Куляшу Микрофон Конечно, конечно Снимать такую историческую личность В городе Я думаю, что это и имидж города Прежде всего Поэтому сейчас нам Ежедневно приходят журналисты Да, мы отсмотрели, кстати, материал Который отснятый Первую серию Да, полностью Я сама лично посмотрела Есть ощущение Я до этого работала в архиве Отсматривала видео тех годов А вот касательно этих видов Будут ли они включены? Да, Баян, я говорила Баян, представляешь То, что там На картинке Здесь Идентично, можно сказать Дома Даже вот эти безасфальтные улицы Которые у вас существуют Они все-все Очень схожи Очень схожи Вот где парад происходит Ну, это архив гостелеканал Телерадиокомплекса Поэтому Очень схожи То, что мы отсняли сейчас Никак не Ну, вот Есть, конечно, какие-то краски Но очень похожи Мы воссоздали именно атмосферу того времени Спасибо большое Нам все позволяло Гульнар, спасибо большое К сожалению, время нашего эфира ограничено И я от лица всего телеканала ТДК-42 От редакции нашего канала И от себя лично От всего Уральска Хочу пожелать вам удачи в фильме Спасибо Чтобы фильм нашел своего зрителя И чтобы он действительно стал Смотримым И был, как бы На языке у всех А сейчас А сейчас я предлагаю Для того, чтобы вспомнить Легендарный великую Куляш-Босито Прослушать ее Удивительный голос Играющий Гакку Микрофон на руку Субтитры создавал DimaTorzok